здравствуйте сегодня по схеме покажу вам как связать как начать вязать шар или косынку я взяла толстую пряжу акриловую и крючок номер 4 чтобы было вам видно потому что я не знаю как хорошо передает или и четко передает камера ну надеюсь вам будет видно но вы можете вязать крючком 17 и двоечкой и пехорской пряжи или бисерной так начинаем со схемы смотрите схема такова что я достану и ручка на карандаш чтобы было лучше видно вот смотрите первый ряд это у нас всегда этот шар круг это начало вот оно начало это первое первый ряд это второй это 3 это 4 это 5 начинаем всегда с первого это на у нас 6 воздушных петель так как таковое кольцо смотрите что мы делаем нам нужно сделать петельку то на у нас первая петелька кому непонятно повторяем видим короткий конец накидываем на два пальца переворачиваем и вытягиваем все видите что у нас получается петелька подтянули и вот она у нас считается за 1 1 2 3 4 5 6 соединяем в кольцо в первую вот получилось у нас кольцо эту нить составляем перед работаем ее прячем смотрите что у нас получилось первое кольцо мы сделали второе 2 4 6 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 дальше за ними идет 3 столбика с накидом через все кольцо из даже провязывая захватывая оставляя внутри эту нашу нить короткую мы ее оставляем и и прячем сделали один столбик с накидом накид провязываем первых два и следующих два вот столбик с накидом накид зацепляем выводим 2 и 2 вот они три столбика с накидом за ними идет 3 воздушных петельки это у нас центр наши с вами косынки или шали за ним идет три столбика с накидом 1 2 те кто умеют вязать знаю что такое столбик с накидом поэтому урок для тех кто уже умеет вязать для маленьких деток я завтра сделаю мастер-класс тоже с пряжей но простой не с крючком а с обычной линейкой или вилочкой посмотрите сделали теперь дальше один стол 1 воздушная петелька вот она у нас и и вспомогательный столбик делаем его тоже накид и вывязываем вот видите получился у нас такой треугольник переворачиваем работу этот ряд у нас уже готов мы шли сюда поэтому возвращаемся с другой стороны можете перерисовать оставить на паузу и схемы перерисовать дальше 2 так 2 4 6 1 2 3 4 5 6 вот они 6 и теперь у нас получился здесь кармашек помните когда мы делали один крайний столбик через этот кармашек мы вывязываем 3 столбика с накидом 1 2 3 столбика с накидом вот они по схеме получается первые столбики с накидом дальше мы вяжем еще одну и смотрите у нас вот этот главный центральный треугольничек до 3 воздушные петельки всегда в нем вывязываем две пары по три столбика с накидом и между ними должны всегда быть вспомогательный 3 воздушных петельки это у нас центр 1 делаем получается 6 столбиков с накидом но между ними 3 воздушные петельки 3 связали 1 2 3 воздушные петельки еще три и того у нас получается вот они 1 2 3 4 5 6 и между ними 3 воздушных петельки внутри воздушных петельки вот дальше видим у нас здесь кармашек одну также кармашек раз два три воздушных петельки и после трех петелек смотрите вот они три петельки нужно нам сделать одну воздушную петельку связать и сделать нам вспомогательный столбик с накидом мы берем накид делаем и отсчитываем 1 2 3 3 отсчитываем и делаем вот столбик с накидом это у нас вспомогательный столбик с накидом видите вместо вот этого кольца у нас здесь получился не не кольцо а вот он столбик с накидом и дополнительная петля да вот здесь сделаем 3 в этом кармашке здесь в кармашках делаем по 3 и сделаем здесь 6 1 2 3 3 воздушных и 6 это мы сделали 1 2 3 ряда в четвертом мы делаем то же самое но единственное что мы в каждой из трех вот воздушных петель от мы провязываем по 2 получается 1 2 3 столбика с накидом 3 воздушные и 3 столбика с накидом мы как бы увеличиваем и так у нас шаль становится больше смотрите по схеме можно обвязать шаль вот таким способом а можно сделать обычные кисточки тоже очень будет хорошо